Добрый вечер! Добрый вечер! Погибших солдат, офицеров, ну и вообще погибших во время последней войны. Так вот, вчера выступали два человека, рассказывавшие историю кибуца Бейри. Одна, собственно, жена, вдова, к сожалению, Равшатца этого кибуца, который одним из первых погиб, защищая кибуц. А второй человек, который выступал, брат одного из бойцов из Саерат-Маткаль, которые прибыли в кибуц и в первый день вступили в бои с террористами. Это было чрезвычайно мощное впечатление. С одной стороны, конечно, очень грустное, а с другой стороны, вселяющее силу жизни. Вот, я всячески рекомендую нашим слушателям, те, кто может посещать этот Магаль-Вура, Шатер Мужества, там каждый день, каждый будний день происходят какие-то вот такого рода беседы. И важно, чтобы люди туда приходили. Это, собственно говоря, непосредственно связано и с нашей, с обсуждаемой нами темой, поскольку в центре книги «Иудит» как раз-таки героизм, подвиг во имя народа. Вот, и вот после этого кратенького вступления я сразу же открою файл, и я его на этот раз открою на визуальной странице. Там мы читали в прошлый раз, как Юдит убивает Алаферна. Этот сюжет, я уже и говорил, нашел отражение в живописи, в частности, в живописи «Возрождение». Вот здесь мы видим знаменитую картину итальянского художника Караваджо, Юдит, которая отрубает голову Алаферну, а рядом с ней стоит ее служанка. И, может быть, еще более знаменитая картина, которую все, наверное, сразу же узнают, это картина Джорджони, тоже художник итальянского «Возрождения». Юдив, стоящая ногой на голове Алаферна с мечом, это тоже очень известная картина, что и возвращает нас к тому месту, где мы остановились, где рассказывалось о том, что Юдив убила Алаферна, отдала голову Алаферны служанке, та положила ее в мешок, и таким образом они идут в свой город, Витилуя, в то время как приближенная Алаферна даже не подозревает о том, что произошло. В прошлый раз я упоминал разных библейских персонажей, с которыми можно сравнить иудит, как женских, так и мужских. Так вот, этот конкретный момент, конечно, сразу же напоминает историю, которую я тоже упоминал. Игуда сына Геры из «Колена Бениамина», рассказываем в книге «Судей» Шофтим, который убил иглона царя Муава, и тоже как бы вышел из шатра, и приближенные царя совершенно не подозревали о том, что произошло, и только постфактум это обнаружили. Ровно это произойдет и в нашем сюжете. А иудит еще издали, как говорится в 11 стихе, до которого мы дошли, кричал о сторожившем при воротах, «Отворите, отворите ворота, с нами Бог, Бог наш, чтобы даровать еще силу Израиля и победу над врагами, как даровал он и сегодня». Как только услышали городские мужи голос ее, поспешили прийти городским воротам и созвали старейшин города, избежались все от малого до большого, так как прихода ее был для них сверх ожидания. Они не представляли, что она может вернуться живой из-за сирийского стана. И отвори ворота приняли их и зажегшие для освещения огонь окружили их. Она же сказала им громким голосом, «Хвалите Господа, хвалите, хвалите Господа, что он не удалил милости своей от дома Израилева, но в эту ночь сокрушил врагов наших моей рукою». Тот, у кого на слуху псалмические тексты, немедленно почувствует, даже в этом русском переводе, как бы аллюзии на такого рода тексты. «Халилю» – это «Шем», «Халилю», «Килиунам Хаздо», «Ашерлу Азавет Хаздо», «Бейт Исраэль» – это как бы вот выражения, которые встречаются неоднократно. «Сокрушил врагов моей рукою и, вынув голову из мешка, показала ее и сказала им, вот голова лаферного вождя сирийского войска, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, и Господь поразил его рукою женщины». А также точно, как рукою женщины Яэли Господь поразил Сисруа в книге «Судей», то, о чем мы тоже с вами говорили. «Жив Господь» – тоже очевидные здесь звучат ивритские выражения. Мы говорили о том, что книга «Юдит», судя по всему, была написана изначально на иврите. «Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла, ибо лицо мое прелестило Аллаферна по гибели его, но он не сделал со мной скверного и постыдного греха». Обратите внимание на эту фразу, хотя мы и так это знаем. Но автор вкладывает эти слова к героине, чтобы она это рассказала своим соотечественникам, но тем самым он как бы передает нам. Смотрите, Аллаферн не дотронулся до «Юдит». И как мы уже обсуждали это в прошлый раз, таким образом автор создает антитезу образу Эстер. Эстер, которая жила с царем-язычником и вынуждена была поступить со своей честью ради спасения народа Израиля, то, что мудрецы называют выражением «авиралищем шамаем», «преступление во имя небес», но в данном случае нет преступления. «Во имя небес совершен подвиг, а преступления нет». «Он не сделал со мной скверного и постыдного греха». «Весь народ чрезвычайно изумился, пали, поклонились Богу и единодушно сказали «Благословен ты Божий наш, уничиживший сегодня врагов народа твоего». Все, как бы сказать, так обычно описывает собрание народа в Танахе, автор книги Деврея Мим. Герой или царь, Давид, например, и не только Давид, славит Бога за дарованную победу, а народ говорит «Барух, ата, элухим». Вот как бы мы слышим здесь еврейские выражения. А Озия, градоначальник, сказал ей благословенно, «Ты дочь Всевышним Богом более всех жен на земле». Да, это звучит, как бы сама фраза опять-таки напоминает нам еврейские выражения, но в данном случае можно сравнить ее с фразой из песни «Дворы», которую так говорит про Яэль. «Теворах Минашим, я эль, благословенно, я эль более всех жен». То есть буквально эти фразы здесь. «И благословен Господь Бог, создавший небеса и землю и настаивший тебя на поражение головы начальника наших врагов. Ибо надежда твоя не отступит от сердца людей, помнящих силу Божию до века. Да вменит тебя это Бог в вечную славу и наградит тебя благами за то, что ты жизни твоей не пощадила при унижении рода нашего, но выступила вперед, когда мы падали. Ты правоходившая перед Богом нашим». То есть как бы совершившая только праведные поступки. И весь народ сказал «Да будет, да будет, да будет». Ну, «Да будет, да будет». Это, судя по всему, переводит на самом деле выражение «Амэн, амэн». В общем, это то, что мы ожидаем здесь в тексте. Теперь мы начинаем читать главу 14, и тут же мы сталкиваемся с очень интересной деталью. Иудив сказала им, послушайте же меня, братья, возьмите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены. Возможно, вы помните, чья голова была повешена на крепостной стене Иерусалима. Мы читали с вами первую и вторую маковейские книги, и там была повешена на городской стене голова Никанора, которого победил Иуда Маковей. И эта голова была повешена в знак победы, в знак памяти. Теперь женская ипостась, если угодно, Иуды Маковея, которую мы можем назвать Иудит Маковея, делает то же самое, предлагает сделать то же самое. Впрочем, при этом, такой тоже, опять же, важный момент, в книге Иудит это имеет, на самом деле, не только символическое значение, вот это предложение повесить голову Алаферн на крепостной стене, а это, как мы увидим, носит и характер, как бы сказать, военно-тактический, военно-тактический, потому что это призвано испугать врагов, да, вот мы сейчас это увидим. Когда же настанет утро, и солнце взойдет на землю, возьмите каждое боевое свое оружие, идите все сильные за город и дайте им вождя, как будто намереваясь сойти на равнину против передовой стражи, но не сходите. Тогда они, взяв свое оружие, пойдут в свой стан, разбудят вождей войска ассирийского и сбегутся к шатру Алаферна, но не найдут его. Оттого нападет на них страх, и они побегут от нас. Да, вот как бы мысль Иудит. Вы, как бы, вызовите их на ответные действия. Они изумятся тому, что вы, находясь в осаде, в отчаянном положении, вдруг решаете выйти за город, чтобы воевать. И тут обнаружится, что Алаферна-то нет. А вы, всеживущие во всяком пределе израильском, преследуя их, поражаете их на пути. Опять же, сама по себе эта ситуация, как мы увидим, чрезвычайно напоминает ситуацию с Игудом, сыном Геры, потому что там происходит то же самое. Мавитяне, ну, не совсем то же самое, но нечто подобное. Мавитяне открывают шатер. Даже не шатер, там как бы они поднимаются, поднимаются в верхнее помещение, в котором находится их, должен находиться их царь, Иглон. И они видят, что он валяется мертвым. И это наводит на них ужас. И в этот самый момент израильтяне во главе с Игудом трубят шофар и нападают на Мавитяна и преследуют их. Это примерно то же самое, что произойдет в книге Иудит. Но прежде, говорит Иудит, чем вы сделаете это, пригласите ко мне Ахиора Манитяне. Напомню вам, тот самый Ахиор, который отговаривал Алаферна воевать с Израилем, не убедившись в том, что Израиль согрешил перед Богом. Чем вызвал гнев Алаферна и его связанного отвели в Израиль, в городу Витянуя. И, видимо, собираясь в тот момент, когда Витянуя будет взята и Ахиор будет посрамлен, его казнить. И призвали Ахиора из дома Узии. Когда он пришел и увидел голову Алаферна в руке одного мужа среди собрания народа, то пал на лицо свое и ослабел духом. Настолько он был поражен, такого он не ожидал. Когда же подняли его, он припал к ногам Иудифи, поклонился и сказал, благословенно ты во всяком селении Иуды и во всяком народе, которые, услышав об имени твоем, изумятся. Расскажи же мне теперь, что ты сделала, что ты делала в эти дни. Иудиф среди народа рассказала ему все, что она сделала с того дня, как вышла, до того дня, в который говорила с ними. А мы видим, что здесь как бы такое своего рода структура инклюзио. Началось с того, что Ахиор был приведен в город и рассказывал о том, что было с ним. Окончается тем, что Иудиф в присутствии Ахиора рассказывает о том, что было с ней. Когда она перестала говорить, народ громко воскликнул, радостный крик его раздался в городе. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренне уверовал в Бога, обрезал крайнюю плод свою и присоединился к дому Израилева до сего дня. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. В библейских текстах появляются разного рода инородцы, которые, мы их упоминали уже, которые признают истинность Бога Израиля, видят те чудеса, которые он совершил. Первый из таких инородцев это Итро, тесть Моше, затем такова Рахав, блудница в начале книги Иошуа, вслед за тем можно вспомнить Наамана, полководца Арама, которого исцелил чудесным образом пророк Илиша и который тоже уверовал в истинность Бога Израиля. И часть царей, да, мы упоминали, так ведет себя, например, на уходный цар книги Даниэль. Но при этом в библейских текстах ничего не говорится о некоем действии, которое реально приводит к тому, что такой человек присоединяется к народу Израиля. то есть языком мудрецов, он совершает ги-юр, мид-гайет. Таких описаний нет. И если вспомнить книгу Эстер, с которой мы сравниваем книгу Иудит, то там тоже говорится, что когда все перевернулось и иудеи перебили своих врагов, то жители Персидской империи наполнились страхом перед Мордыхаем и перед народом Израиля. И как там говорится, они мит-ягадим, они становятся евреи но что это буквально значит, не очень понятно. В этом смысле книга Иудит делает шаг вперед. Она действительно описывает некий своего рода протаги-юр, не по всем правилам ги-юра нам известен из раввинистической практики, но некоторая основа всего бритмила для мужчины здесь находит свое выражение. Кстати говоря, те же мудрецы по поводу всех персонажей, о которых я упоминал, не всех, но некоторых из них Итро, Рахаб, Наман, они говорят о том, что они совершили ги-юр. То есть в их глазах, в глазах мудрецов эти люди совершили действия, необходимые для присоединения к народу Израиля. Есть даже Медраж, который говорит о том, что Рахаб стала впоследствии женой Иошуа Беннуна. Так что мы видим здесь некоторый шаг вперед, и этот шаг вперед тоже свидетельствует на самом деле в пользу позднего происхождения книги Иудит, происхождения эллинистического. Напомню вам, что в Маковейских книгах, которые мы читали в первой и второй, вопрос обрезания был вопрос принципиальный, потому что Антиох запретил делать обрезания детям, и люди готовы были претерпеть смерть, претерпеть смерть, но это обрезание сделать. То есть здесь опять же видим связку соединения между книгой Иудитом и Кавейским книгами. Когда настало утро, повесили голову Аллаферна на стену, каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на всходы горы. Сыны Ашура, увидев их, послали к своим начальникам. Они пошли к вождям, к тысяче начальникам и ко всякому предводителю своему. Придя к шатру Аллаферна, они сказали управлявшему всем имениями разбуди нашего господина, потому что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, чтобы быть совершенно истремленными. И тогда богой, тот самый человек, который в частности заботился о иудит, когда она была в стане азерийца, вошел и постучался в весь шатра, и подумал, что он спит с иудифью. Когда даже никто не отзывался ему, то отворив вошел в спальню и нашел, что Аллаферн мертвый лежит у порога и голова его снята с него. И он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким вопнами и разорвал свои одежды. Потом вошел в шатер, в котором пребывала иудиф и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закричал «Рабы поступили вероломно! Одна еврейская и раздался у них крики весьма великий вопль Средистана». Здесь тоже слышатся на самом деле еврейские слова «За кауц а кам мара уг дон лам од». Так что мы естественно заранее предвидим предчувствуем результат победу Израиля и с этого начинается пятнадцатая глава «Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случилось, тот мутились и напал на них страх и трепет и ни один из них не остался в глазах ближнего, но все они бросившись бежали по всем дорогам равнины и нагорной страны, то есть они даже не принимают боя, они позорно бегут и расположившиеся лагерем нагорной стране около Аветилуи также обратились в бегство тогда сыны Израиля, каждый из них воинственный муж погнались за ними, то есть как бы так же точно как и в книге Эстер происходит то, что называется нафогу, все перевернулось, то, что враги собирались сделать с народом Израиля то самое сделали сделал Израиль с врагами и они убегают они убегают а как тут сказано Озия посылает в разные города которые называются здесь странными странными словами большинство из этих названий не поддаются отождествлению в этом асфем обычно полагают что за этим стоит еврейское выражение бейт хома тайм какое-то странное выражение биваю бивай ховая хова хола неизвестные нам населенные пункты хова правда известна но хова в Тори в Танахе это город который упоминается 14 главе книги Берешит как находящийся к северу от Дамаска который находится за пределами за пределами страны Израиля вообще так что трудно себе представить что здесь речь идет именно об этом населенном пункте впрочем как мы уже видели не раз автор книги Иудит не слишком-то не слишком-то следит за географической исторической точностью вот и таким образом Озия посылает во все пределы израильские чтобы известить о совершившемся и чтобы все погнались за неприятелями для истреблений так скоро услышали об этом сыны Израиля все дружно напали на них и поражали их до до ховы вот это описание похоже все-таки задним числом я думаю что это действительно подразумевается та самая хова потому что 14 главе книги Берешит говорится что Авраам преследовал царей востока вплоть до ховы то есть автор книги Иудит использует здесь этот образ Ислуги Берешит вот но при этом совершенно не считается с тем совершенно не считается с тем что это никак не является территорией Израиля равной пришедшей из Иерусалима из всей нагорной страны так как им возвещено было о том что случилось стане врагов из Галада и Галилеи Галад это Заярдания Галилея это север Север Израиля со всех сторон наносили им большое поражение доколе они не прошли за Дамаск и за пределы его это еще больше усиливает предположение что Хова имеется ввиду та самая Хова из Ниги Берешит потому что как бы здесь автор дает полную свободу своему своему воображению и и говорит о том что преследователи прошли за за это время вплоть до Дамаска и даже за его пределы прочие жители вытянули напали на Стана Сирийский и разграбили его и весьма обогатились а сыны Израиля возвратившиеся от поражения владели остальным и села и деревня на горной стране и на равнине получили большую добычу потому что ее было весьма многое множество здесь я хотел бы остановиться снова и и напомнить вам напомнить вам о том что в книге Эстер когда описывается война иудеев с их противниками три раза подчеркивается одна деталь они не протянули руки своей на грабеж на трофеи а это поскольку это говорится трижды то это конечно не может быть случайностью то есть это понятно что для автора книги Эстер это некая крайне важная мысль почему ему это так важно автору книги Эстер потому что с его точки зрения справедливая война война в рамках которой народ спасает себя при помощи так сказать превентивного удара от своих ненавистников нет места грабежу когда-то когда мы обсуждали книгу Эстер то то я говорил о том что в чем-то это направлено в чем-то это направлено против египетской истории книги Эстер потому что в рамках египетской истории об исходе говорится о том что Израиль как раз взял обобрал египтян воинац так или иначе для автора книги Эстер это очень важная очень важная деталь и можно представить себе можно по-разному объяснять намерения намерения автора но можно представить себе что это в чем-то это в чем-то отражает психологию диаспор то обстоятельство что Израиль находится внутри нееврейского населения есть в этом некая попытка апологии защиты сказать что мы абсолютно чисты нас невозможно ни в чем обвинить вот это как бы позиция позиция оправдывающихся людей и эта позиция абсолютно чужда автору книги Иудит равно как и авторам маковейских книг первой маковейской книги где описывается несколько раз как народ победив своих врагов берет трофеи и в этом никто не видит ничего предосудительного как бы они пришли на нас в нашу землю мы их победили и мы у них забираем то с чем они на нас пришли как бы такой же примерно такой же примерно тип описания мы находим и в библейских книгах где тоже в тот момент когда Израиль одерживает победу описывается взятие трофея начиная с истории Торы и дальше и как бы это постоянный постоянный мотив в этом смысле книга Иудит возвращается к исходному паттерну да вот как бы то как это описывается в библейских текстах ибо книга Иудит автор книги Иудит не страдает в этом смысле синдромом диаспоры диаспорной апологии и не считает нужным ни в чем оправдываться продолжим великий священник Иоаким который был мы говорили о том что нигде в то время священник с таким именем не фигурирует в этом смысле автор книги Иудит опять-таки придумывай великий священник Иоаким и старейшин и сынов Израиля жившие в Иерусалиме пришли посмотреть какое благо сотворил Господь для Израиля и видеть Иудит и приветствовать их как только они вошли к ней то все единодушно благословили ее и сказали ты величие Израиля это великая радость Израиля это великая слава нашего рода все это ты сделала твоей рукой ты сделала добро Израиля и да благоволит к нему Бог будь же благословен от Господа Вседержителя на вечное время и весь народ сказал да будет народ снова говорит аминь ну как бы мы видим что это тоже повторяющаяся такая деталь и вслед за тем описывается что делает народ после победы народ расхищал лагерь в продолжении 30 дней и уйдив и отдали шатер шатер лаферной все серебряные сосуды и постели и чаши и всю утварь его она взяла возложила на мула своего запрягла колесницы свои и сложила это на них теперь обратите внимание на следующий момент это важно казалось бы при том что я подчеркнул противоположность книги иудит и книги истер в том что касается взятия трофея как раз в этой детали казалось есть обнаруживается определенное сходство между истер и иудит мы помним что после гибели омана эстер получает его дворец как написано в восьмой главе книги истер байома натана мера хашмирош истера молкает бейтам анцора гаиудим в этом смысле нечто похожее происходит и здесь иудит получает шатер илафирна и все его принадлежности она их кладет на колесницу и дальше мы посмотрим что она с этим сделает это очень важно и в этом проявится опять же полная противоположность между ней и эстер дальше говорится избежались все жены израильские видеть ее и благословляли ее и составили из себя для нее хор она взяла в свои руки обвитые виноградными листьями жезлы и дала женщинам бывшим с нею а тут как бы написывается некое торжественное шествие жезлы обиваются виноградными листьями подложили на себя масличные венки да такого же рода описания мы встречаем в маковейских книгах в связи с ханукой торжественное шествие причем во второй маковейской книге напомню вам это еще задним числом автор связал с праздником суккот что вот не было отпраздновал как следует праздник суккот и поэтому когда Иуда Маковей очистил храм то вот произвели такое празднество тоже взяли эти то что мы называем арба аминем и шли с ними как бы некоторые видят в этом и греческое влияние дионисийские шествия но сейчас мы это оставим в стороне есть некий хор иудит идет впереди всего народа в поре и ведет за собой всех жен за нею следуют все мужи израильские вооруженные свинками и торжественными песнями своих устах иудив же начала перед всем израилем благодарственной песней весь народ подпевал эту песню теперь смотрите когда иудит поет песню то это сразу же вызывает в нашей памяти ассоциацию по меньшей мере с двумя персонажами в Танахе с одной стороны есть двора судья судья двора которая поет песен после победы над явином царем Хацора и его военачальником Сесрот знаменитая песнь дворы Шират двора но там есть только песнь не описывается шествие и хор с другой стороны у нас есть в Торе знаменитая сцена когда после гибели египтян на море поют песнь Моше и народ Исраиля с одной стороны а с другой стороны Мирьям сестра Моше собирает женщин которые тоже поют благодарственную песен начинающуюся теми же словами там сказано это кстати единственное место где Мирьям называется словом пророчица Мирьям Ханавиа то есть она уподавляется пророку Муше называется здесь правда сестрой Арон она берет типа тимпанов и все женщины идут за ней пляшут и поют и она поет ту же песню они поют ту же песню пейте господу ибо он высоко вознесся коня и псадик его сбросил в море очевидно что иудив здесь соединяет себе оба этих образов с одной стороны она а двора кстати говоря напомню он тоже называется пророчица не только судьи с одной стороны она подобна дворе и мы уже видели что история иудит связана с историей этой войны поскольку поступок совершенный иудит напомнил нам поступок совершенный Яэлю который упоминает двора в своей песне но иудит это не только Яэль это еще и двора она та кто поет песен и та которая по сути дела как бы в ней есть что-то от библейской пророчицы и одновременно она похожа на Мириан но она больше чем Мириан потому что в чем-то она соединяет в себе и Муше и Мириан вместе взятых потому что за Муше идут мужи и поют а за Мириан идут жены и поют за иудит идут и те и другие и мужчины и женщины это не совсем удобный для харидимного может быть слуха рассказ но как бы для автора книги иудит здесь это некоторая вершина вершина славы иудит и мужи и жены все идут за ней и поют песни теперь эта песня представляет собой как бы некоторую контоминацию с одной стороны псалмических мотивов с другой стороны той же песни дворы или песни на море вот мы сейчас прочтем это собственно последняя глава книги иудит 16 вот как она поет и сказала иудит начните богу моему на тимпана пойте богу моему на тимвала да это как бы разные музыкальные инструменты видимо тот же тоф который упомянут в песне на море тимвала тимвала это может быть мецентайм стройно воспевайте ему новую песнь возносите и призывайте имя его новая песня это выражение из псалмов шир хадаш шир уля дунай шир хадаш возносите и призывайте имя его это как псалмический текст так и текст песни на море потому что он есть бог господь сокрушающий брани бог победитель потому что он ополчился за меня среди народа и сторб меня из руки моих преследовать спас меня мотив спасения от врага это очень типичный для псалмических текстов мотив пришел ассур с гор севера пришел с мириадами войска своего и множество их заповедило воду в источниках и конница их покрыла холмы здесь как бы песен иудит в чем-то стилизуется под так называемые нарративные псалмы есть несколько таких псалмов как правило очень длинных которые действительно рассказывают историю Израиля он сказал что пределы мои сожжет юношей моих мечом истребит грудных младенцев просит о землю малых детей моих отдаст на расхищение деб моих пленит но господь вседержитель не изложил их рукой жены не от юношей пал сильный не сыны титанов поразили его и не рослые исполины налегли на него здесь очевидно есть как бы некоторые аллюзии на тексты торы бнеяна крефаим может быть бнеянухим из книги берешит но юди в дочь мирарии красотой лица своего погубила его спасла спасла тем самым народ Израиля потому что она для возвышения бедствующих в Израиле сняла с себя одежду довства своего помазала лицо свою благовонную мастью украсила волосы головным убором надела для прелечения его льняную одежду в этом смысле вела себя похожа на эстер ее сандалии восхитили взор его и красота ее приняла душу его меч прошел по шее его и дальше любопытный как бы такой опять же я даже не знаю можно ли назвать это анахронизмом то что здесь говорит иудит персы ужаснулись отваде ее медяне растерялись от смелости ее то есть мы автор книги иудит смешивает абсолютно все анахронизм 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 при этом здесь появляются медяне и даже персы которые потом вавилон сменили так как бы персидская империя пришла на смену вавилонской у него все здесь в одну кучу тогда воскликнули смиренные мои смиренные мои это имеется ввиду народ израиля и это выражение которым называются праведники в псалмах анавим и они испугались немощные мои они пришли в смущение возвысили голос свой и они обратились в бегство сыновья молодых жен кололи и как детям беглых рабов наносили им раны они погибли от ополчения господа моего воспою господу моему песен новую велик ты господи и славен дивен силу и непобедим если опять же сравнивать с песню дворы то там тоже как бы подчеркивается то обстоятельство что в песне поется женщиной дворой которая называет себя матерью в Израиле доработает тебе всякое создание твое ибо ты сказал и совершилось работает в смысле подчиня будет служить тебе ибо ты сказал и совершилось ты послал духа твоего и устроилась и нет никого кто противостал бы глазу твоему горы с водами воздвигнутся с основания и камни как воск растают от лица твоего но к боящимся тебя ты благомилостив кстати говоря в песне дворы как раз описывается теофания и там тоже то есть богоявление и там тоже говорится что земля гремит небеса источают дождь и горы плавятся от бога здесь тоже камни как воск растают от лица твоего мала всякая жертва для благоухания для вони благоухания всякий тук ничтожен для всезаржения тебе но боящийся господа всегда велик это как бы главная идея которая здесь выражена в мужском роде но на самом деле у нас возникает немедленно ассоциация со знаменитым акростяхом в книге Мишлей эшетхайл боящийся господа боящаяся господа будет прославлен и хотя здесь это мужском роде в первую очередь это относится к самой иудит она и есть та самая эшетхайл которая должна быть прославлен горе народом восстающим народ мой господь вседержитель отомстит им в день суда пошлет огонь и червей на их тела и они будут чувствовать боль и плакать вечно сама по себе идея этого огня червей на их тела день суда это идеи которые достаточно чужды библейской теологии мы практически нигде не встречаем они на самом деле встречаются по сути дела только один единственный раз книги Даниэля а книга Даниэля это книга поздняя тоже созданная в эллинистическую эпоху где тоже говорится о таком вот дне суда и где значит есть те кто восстанут для жизни вечной а есть те которые на вечной будут преданы вечному позору так что и эта деталь на самом деле связывает связывает книгу Эстер с эпохой эллинистической когда на этом песня заканчивается на этом песня заканчивается и я повторяю иудит это вторая двора вторая мирьям эшетхай заметим что Эстер песню не поет то что мы ожидали что Эстер в конце этого спасения скажет благодарственные слова Богу это в книге Эстер отсутствует автор Эстер последовательно скрывает Бога и не вкладывает в куста своих персонажей ни молитв ни хвалебных песнопений более того когда пришли в Иерусалим они поклонились Богу и когда народ очистился из тех должно быть очищение вознесли все сожжения свои и доброхотные жертвы свои и дары свои иудеев принесла все сосуды Аллаферна которые отдал ей народ и занавес который она взяла из спальни его отдала в жертву Господа в Иерусалиме теперь заметьте мы сказали в прошлый раз что в книге Эстер в книге Эстер Иерусалим упоминается всего один единственный раз в самом начале когда рассказывается об изгнании из Иерусалима которому принадлежал Мурдыхай но в перспективе спасения избавления Иерусалима нет книга целиком и полностью фиксируется на диаспоре и как бы верх ожиданий это то что еврей так сказать становится евреем Зюсом Мурдыхай становится вторым при царе а сама Эстер женой языческого царя это вверх ожиданий здесь как мы видим ситуация противоположная никаких сношений с инородцами полное их изгнание о центре всего Иерусалим и кончается книга приходом в Иерусалимский храм и более того и здесь я возвращаюсь к тому что я упомянул перед этим в связи с Эстер и Удит казалось бы они обе получили дар вещи ненавистника Израиля что делает Эстер с этими вещами оставляет у себя как бы она становится владычицей дома Амана но не так поступает Иудит она отдает вещи Аллаферна в качестве дара в храм она ничего не оставляет себе это опять же стрела в сторону Эстер и как бы создание антитезы так должна поступить истинная спасительница простите простите пожалуйста Дима но каким образом она в смысле Эстер могла что-то дать Всевышнему если уже нет храма она как каком смысле как-то нет храма если мы следуем хронологии книги Эстер то храм уже есть второй храм но как она могла туда добраться добраться это другой вопрос наш автор мог придумать автор книги Эстер мог придумать все что угодно мог придумать как бы делегацию которая отправляется в Иерусалимский храм да это же все происходит во времена Ахашвироша согласно библейской и не только библейской хронологии второй храм был выстроен при отце Ахашвироша Дарии Великом да как бы можно было что-то придумать да или в конце концов сказать что я как бы откладываю эти богатства до того времени что я с Божьей помощью окажусь в Иерусалиме и все мы туда придем но ничего подобного автор книги Эстер не рассказывает да автор книги Эстер это подчеркивает да что это все как бы связано с Иерусалимом да веселится народ три месяца да число три всегда как мы уже говорили значимая три дня в ассирийском стане тридцать дней расхищают ассирийский лагерь три месяца веселятся веселятся перед богом в Иерусалиме иудив прибывает с ними а после сих дней каждый возвратился в дел свой а иудив отправилась в ветилую где оставалась в имении своем была в свое время славную во всей земле многие желали ее но мужчина не познал ее во все дни жизни ее с того дня как муж ее монассия умер и приложился к народу своему автор блюдет чистоту своей героини хотя она имеет право выйти замуж но нет она выше всего она была вдовой осталась вдовой она свершила свой подвиг и вернулась к тому образу жизни который вела она приобрела великую славу и состарилась в доме мужа своего прожив до 105 лет почему до 105 трудно сказать он мог конечно наш автор сказать что она дошла и до возраста до возраста скажем Иосифа 110 лет а идеальный возраст естественно 120 лет ну вот он выбирает здесь выбирает здесь 105 и отпустила служанку свою на свободу она умерла в ветилу и похоронили ее в пещере мужа ее Манаси дом Израиля оплативал ее 7 дней 7 естественно тоже число знаковое означающая целостность завершенность имение же прежде смерти своей она разделила между родственниками Манаси и мужа своего и между близкими из рода своего и никто более не устрашал сынов Израиля в одни Уидифи много дней после смерти ее это концовка очень напоминает концовку рассказов книги судей что после подвига одного из судей столько-то и столько-то лет земля была спокойна столько-то и столько-то лет и никто не устрашал и не порабощал народ Израиля я бы хотел здесь еще отметить отметить такой момент которым мы уже говорили но стоит к нему вернуться вот это место Бетилуя или Бетенухи трудно сказать что как это звучало точно на еврите что это за место на самом деле никто не знает есть масса предположений начиная от того что это вообще выдуманное место как и многое в книге Иудит кончая тем что это какое-то реальное место теперь тот кто говорит что это место выдуманное предполагает что Бетилуя это символическое название которое отсылает нас к слову Бетулим девственность поскольку Иудит хотя и не была девственницей хотя как мы увидим в следующий раз в средневековых Медрашах как раз таки есть такой мотив Иудив иудив как девственница но вдова которая блюла свою чистоту те которые говорят что это реальное место колеблются между разными возможными населенными пунктами иногда называя как одну из возможностей Вейтель но мне кажется что если автор имел ввиду реальное место то это либо Шхем либо одно из мест которые рядом с ним кстати Дотан упомянут как Юдит как место недалеко от Бетилуи почему именно Шхем на то на мой взгляд есть две причины во первых потому что Шхем упоминается напрямую ведь предком иудит является Шимон она из колена Шимона и а когда она молится и просит Бога помочь и она говорит сделай так чтобы я совершила подвиг подобный братцу моему Шимону который заступился за честь Дины сестры своей то есть в этом смысле Шхем это очень знаковое место вторая возможная причина хотя и очень спорная которую здесь можно привести это не исключено следующее то если мы говорим об эллинистической эпохе то судя по всему в это время уже вполне наметился и произошел раскол между евреями и тем кто впоследствии назывался самаритяне Шумроним может быть наш автор таким образом полемически высказывает нечто против самаритян у которых главное святилище как известно рядом со Шхемом на горе Гризим и говорит о том что вот героиня Израиля Иудив живущая в этом месте чтит в первую очередь Иерусалим и храм Иерусалима в Ветилуи же никакого храма нет да как бы Ветилуи это форпост на пути врагов благодаря которой спасается Иерусалим так что возможно что это действительно Шхем теперь как бы подводя итог нашему чтению книги люди я хочу отметить две детали еще раз подчеркнуть что автор книги Иудив создает некий альтернативный сценарий спасения народа Израиля как он должен происходить и в этом смысле он спорит с книгой эстер ибо в его глазах сценарий который изображается книгой эстер совершенно неприемлем сценарий в рамках которого героиня выходит замуж за царя язычника сценарий в рамках которого она вынуждена привести к спасению народа Израиля путем дворцовых интриг а не взяв в руки меч оружие сценарий в рамках которых в рамках которого иудеи вынуждены вроде как оправдываться перед своими врагами и утверждать что они не берут трофей сценарий в рамках которого нет места Иерусалим и независимости он создает противоположный сценарий спасения исправляя все эти вещи Иудиф Алафьерн не прикасается к Иудифе она берет руки меч и следует путем процесса Шимона она ведет в бой народ Израиля который берет трофеи и в конце концов приводит в Иерусалим она не свои же трофеи она передает в качестве дара в Иерусалимский кровь это одна деталь вторая деталь которая как бы волнует с тех пор всех исследователей книги Иудиф которые ее читали изучали комментировали почему автор до такой степени наплел столько небылиц исторически географически хронологически все перепутано то есть одно из двух или он совершенно не разбирается в материале который он описывает либо он это делает намеренно если он не разбирается в материале то есть как бы абсолютно тыкает все что угодно это как бы легкое решение конечно но маловероятно потому что наш автор демонстрирует глубокую эрудицию в знании библейских текстов если он их знает и делает всевозможные аллюзии на эти тексты то трудно себе предположить что он до такой степени не ориентируется в библейской истории хронологии поэтому то решение которое я хочу предложить вам ну конечно тоже спорно но по крайней мере какие-то вещи оно объясняет это решение состоит в том что автор сделал это намеренно он создал некий калейдоскоп такую вот мозаику из библейских рассказов и текстов и из них собрал свою героиню и свой сюжет да он действительно как бы нарушил все правила истории хронологии географии но как бы он таким образом дал полную волю своей художественной фантазии чтобы создать идеальный сценарий спасения народа Израиля действительно он завуалировал здесь на мой взгляд эпоху маковейских войн и мы видели множество перекличек особенно с первой маковейской книги и как бы поскольку он изначально завуалировал изначально реальная историческая как бы подоплека основа замаскирована в его тексте то он как бы разрешил себе пойти как бы пойти на все что угодно на любые на любой полет фантазий и не смущался ничем а пустился что называется во все тяжкие здесь более подробно если вы захватите я как бы пошлю по ссылке пошлю ссылку на статью свою на русском языке которую я написал о книге иудит вы сможете как бы это прочесть там я более подробно это излагаю и более аргументированно я единственное что как бы это затравка на следующее занятие если все это так то почему книга иудит не вошла в библейский канон почему она исчезла она есть правда в греческом каноне каноне евреев александрии но в каноне земли израиля нет вот с ответа на этот вопрос мы начнем наше следующее занятие в следующий раз а сейчас я с вашей разрешения перед тем как дать вам возможность задать вопросы закончу детском художестве да сюжет иудит не только мы начали сегодня с картины закончим поэзией я прочту вам замечательное стихотворение Анны Ахматовой иудит как бы этот образ дошел до русской поэзии в шатре опустилась полночная мгла светильник задуло лампады зажгла глаза лаферна огней горячей пылают они от юдифи речей сегодня владыка я буду твоей раскинься привольней вина мне налей ты мой повелитель отныне а я твоя безраздельна навеки твоя от ласк предвкушаемых ты захмелел так что жрецо мое бело как мел или я не уюдив не Израиля дочь умру но сумею народу помочь заснул аллаферн на кровавых коврах покинь мою душу тревога и страх пускай не посилен для женщины меч поможет мне бог аллаферну отсечь тяжелую голову что поднимал когда моим сказкам как мальчик внимал когда говорил что меня возлюбил не знал что час его смертный пробил рассвета проникла в шатер бирюза молили главы отсеченные глаза юди руку я ведь направил твою меня ты попрала в неравном бою прощай же Израиля ратная дочь тебе не забыть аллаферна и ночь это стихотворение написано тогда же когда Ахматова создавала цикл библейских стихов она писала о Рахеле о Мелхале Михале Жене Давида о Жене Лотар и вот о Иудифе тоже здесь поставим точку значит мы в следующий раз повторяю начнем с вопроса почему книга Иудиф не попала в библейский канон и как она вернулась в результате в эпоху средневековья в иудейскую еврейскую традицию спасибо за внимание и вопросы если есть пожалуйста есть ли вопросы замечания что-то осталось недовыясненным да пожалуйста кто-то хочет спросить все к тому же вопросу да пожалуйста Саша мне кажется говорить о том что СТР забрала что-то себе это не совсем корректно потому что если вспомнить с самого начала вот когда ее там готовили к представлению Швирошу она там все девушки что-то просили она не просила ничего что дали то взяла то есть в этом плане она абсолютно пассивна она в материальном плане единственное упоминание то что я помню это то что она послала одежды Мардыхаев все то есть она она в смысле материального плана она она где-то какой-то параллельной вселенной поэтому говорить о том что она что-то забрала чего-то кому-то не дала это это вообще про что-то совершенно другое я с вами совершенно согласен что она пассивна и когда я имел ввиду взяла я не имел ввиду что она проявила какие-то корыстные стороны своей натуры нигде такого нет в самой книге эстер никто ее в этом не упрекает но именно эта пассивность видимо и напрягает автора книги юдид с его точки зрения она приняв дар в дар домом она должна была отправить нечто находящееся в этом доме какие-то предметы что-то очень богатое в Иерусалим в Иерусалимский храм но ведь собственно это вполне укладывается в поведение насчет добычи то что евреи не взяли ничего не нужно было но то же самое то есть это как бы попытка или не попытка а желание отрешиться от абсолютно всего материального от любой не только выгоды но именно от материального я Саша я с вами совершенно согласен это действительно идея автора книги эстер я единственное что Натан Натан тебя слышно единственное что не то чтобы отрешиться от всего материального там нет какого-то желания представить евреев как абсолютно таких как бы людей живущих исключительно духовными интересами в книге эстер просто действительно подчеркнуто что сами они себе ничего не берут и эстер тоже не берет себя сама ей дают вот и она поэтому не отказывается но опять же я говорю что то есть полнейшая равнодушие к этому да и в рамках книги эстер и с точки зрения замысла ее автора это не только нормально это похвально это позитивно это идеал а когда речь идет о иудит там вполне материальное захватить пожертвовать чего-то там такое но тут материальное как бы считается очень ценным в отличие то есть вот здесь различие мне кажется ну вы правы но я еще раз говорю с точки зрения автора книги иудит это ненормально значит с одной стороны ненормально гнушаться трофеями врагов а почему собственно их не взять упавших врагов а с другой стороны идеальным является пожертвование этих трофеев в храм это его позиция и она в этом смысле противоположна позиции автора книги эстер но вообще есть еще такое слово как мародерство вы можете назвать это мародерство но тогда опять же мы должны будем упрекнуть в мародерстве многих-многих библейских героев которые тоже начиная начиная там скажем с евреев которые воюют с меденитянами берут трофеи я никого ни в чем не упрекаю я просто говорю о разности разная позиция совершенно точно даже не брать даже не потому что это собственно уэстер такое вот отчуждение от материального а там по-моему даже добрезгливость я с вами согласен я с вами согласен и это как бы еще раз подчеркивает противоположность этих двух художественных миров да они абсолютно разные да еще у кого-нибудь какие-нибудь спасибо Саша еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы замечания по поводу сегодняшнего занятия еще один вопрос да пожалуйста Саша вот эта книга Юдив она как бы добавляет то что мы читаем в других книгах то есть израильтяне воюют побеждают побеждают с помощью творца да потом живут спокойно да в какое-то определенное время то есть эта книга она как бы списывается в общий ну в общее количество тех книг которые вот мы читаем которые вошли в канон да да она очень в этом смысле вписывается это мое замечание она в этом смысле очень вписывается и тем более казалось бы странно почему же ее все-таки в канон не включили вот об этом мы поговорим в следующий раз еще одно что-то я забыла извините то что вот вы говорили как бы упрек Эстер в том что она как бы интригами что-то такое вот она интригантка а Эсфир она такая героиня с мечом ну простите Эсфир вполне себе интригантка и она обманула Алла Ферна иудит хотите сказать да верно верно конечно интрига имеет место и там и там поэтому как-то мне непонятно как здесь можно что-то противопоставить в прошлый раз как раз это заметили что момент интриги заговора обмана имеет место как в книге Эстер так и в книге Иудит но разрешение обмана разное в случае Эстер это действительно как бы дворцовые интриги кто кого пересидит так сказать кто победит за пиршественным столом а в случае книги Иудита это для автора очень важно интрига это заставка к тому чтобы взять в руки меч и убить врага также точно интригует как я уже и сказал Иудбен Гера в книге Судии также точно интригует Яэль в той же книге Судии да это как бы такой опять же библейский мотив библейское развертывание ситуации окей ну хорошо спасибо большое тогда всем за внимание и в следующий раз мы завершим разговор о книге Иудит и если у нас останется время после обсуждения то может быть мы начнем уже четвертую авиацию спасибо большое за внимание спасибо всем спасибо счастливо вот-вот